Доброго здоровья! Это ответы на очередные вопросы. Нил Найра, и опять от меня вопрос. Почему наши Высшие Я просто во время сна не могут взять нас за руку и оторвать наконец-то наше астральное тело от физического? Ради получения наконец-то уже нашего опыта уже в осознанном астрале. Дать эту помощь тому человеку, которому самому не получается выйти в астрал. Даже после того, как ты просишь их перед сном, чтобы они это сделали. Например, во время сна. Расскажи на моем примере, чтобы все поняли наконец, кто не знает. Ну, попробуем приоткрыть эти тайны или причины. Почему наши Высшие Я просто во время сна не могут взять нас за руку и оторвать наконец-то наше астральное тело от физического? Ради получения наконец-то уже нашего опыта в осознанном астрале. А что же они делают? А что же вы делаете во сне? Вот по этому сообщению может казаться, что вы все еще лежите вот там, где в этом теле, да? И ваши многомерные тонкие тела и души все еще внутри находятся. То есть они это не делают, по вашему мнению? Я скажу, всем всегда это делают. Они делают, отрывают. То есть всех людей, даже те, кто говорят, что не видят снов, они просто не помнят их. Всех людей выводят из тела. Как раз их Высшее Я или их гиды. В общем, их Высшие Составляющие. Именно выводят большинство тонких тел из физического. Я бы даже сказал, не большинство. А все в разной степени, на разном расстоянии распределяют, хотя там по-разному происходят. Вы все не остаетесь в физическом теле. Вы все из него выходите, разворачиваетесь, раскручиваетесь. Вот как Вы выворачиваетесь наизнанку. И хотя такие в многомерности, а другие понятия, я провожу аналогии. Вас всех выводят оттуда. Но здесь, наверное, вопрос о том, чтобы... Ради получения, наконец-то, нашего опыта в уже осознанном астрале. Вот Вы думаете, что Вы там не осознанные отнюдь. Вы там осознанные. Вы понимаете, что делаете. Вы везде понимаете, что делаете. Вы везде осознанные. Но Вы, наверное, имеете в виду, как получать опыт, чтобы возвращаться сюда и помнить его. Значит, это у Вас проблема с памятью. Или проблема... Или еще у Вас мало связей, чтобы помнить то, что было во сне. Или подробно помнить. Или помнить... Или находясь во сне, Вы себя осознаете, как себя, свое Я. Но Вы это можете не ассоциировать или в какой-то степени ассоциировать с тем Вами, кто был до сна. Да, это могут быть разные Я или разные жизни, параллельно текущие. Да. Но Вы хотите, чтобы... Вы хотите помнить, наверное, что когда Вы находитесь во сне, помнить, что Вы делаете до сна и понимать, что Вы сейчас в другой реальности или во сне. Вы можете управлять им. То есть, Вы имеете в виду, что, живя в одной реальности, Вы помните о другой. И пытаетесь воспользоваться этим для того, чтобы как-то соединить их или что-то делать в одной, или узнавать в одной про другую. И наоборот. Вы, наверное, это имеете в виду. А вот это как раз Ваша школа. Школа налаживания связей. Их можно привести в грубую аналогию с Вашим мозгом. Потому что у нас. В нашей сегодняшней цивилизации мозг имеет два полушария. Разделенных между собой. Правая и левая. Которые работают слегка по-разному или являются проводниками немного разных состояний наших. Как предполагают сегодняшние ученые. Одно отвечает за логическое мышление. Другое за, как это назвать, ну у них свои термины. За чувства, за эмоции. Хотя это всего лишь предположение. Но они имеют частичное отражение в том, что происходит на самом деле. Как раз вот это разделение, вот эта перегородка. Костная, хрящевая. А у некоторых ее вообще нет. Но это у некоторых тех, кем мы становимся в будущем. То есть перегородка между полушариями и является степенью забывчивости или отсутствия возможности вспоминать многое, все или частично, хотя бы, или желаемое. Это грубая аналогия того, как вы себе эту перегородку... Как вы начинаете при развитии духовном или многомерном, вот эти нейронные связи между полушариями мозга, вы как раз начинаете пробивать. Вы начинаете прокладывать пути. Создавать, да, я говорю о том, что нейронные или нервные клетки могут не только восстанавливаться, они могут создаваться вами же, если вы развиваетесь многомерно. Если вы стремитесь к этому и обучаетесь, обучаетесь всему, что называется духовность или многомерность. Хотя, что это такое, это начинается только разворачиваться на нашей планете, и такие, как я, этому только начинают обучать. Как раз вы устанавливаете новые связи между полушариями вашего мозга. Это частично из того, что может происходить, и на что это похоже. Вы налаживаете связи по всему вашему телу, если смотреть только с физической точки зрения. Но здесь это отражение того, что происходит у вас на тонких телах. Вы связываете свои тонкие тела между собой. Вы выравниваете, балансируете, выстраиваете их в один стержень, через который начинает все быстрее и легче течь энергия без затруднений. Это находит отражение в ваших чакрах. То есть сегодняшнее обучение духовное подразумевает чакровый баланс или свободное течение между чакрами. Вот это отражение того, что происходит между вашими телами. Чакры придумали для того, чтобы помогать людям устанавливать связи между вашими тонкими многомерными телами. Да, они существуют, и по вашим чакрам вы можете тренировать. Исцеляя или разблокировав ваши чакры, вы тем самым разблокировываете свои тонкие тела, которых у нас тоже большое количество. Их называют астральным, ментальным, эфирным и так далее. Их очень много. Их настолько много, что в своей многоменности я их перестал уже считать. Я начал ориентироваться и сбалансировать ближайшие из них, которые общеизвестны. Так вот, часть духовных учений, даже частично в религиях некоторых, новых течений, даже которые называют сектами, как раз и учат балансу ваших тел. Да, через некоторые моральные законы или устои, принципы поведения, они все тоже могут быть объединены. Все религии, все духовные течения взяты оттуда. Из каждого что-то лучшее, остальное оставлено в прошлом, как догмы, как устаревшие понятия. И, кстати, в самых старых религиях таких догм много. И большая часть текстов из них уже, например, мне никуда не годится. Хотя они могут пригождаться тем, кто только начинает свою жизнь в теле человека, особенно будучи раньше не человеком, а кем-то более примитивным. Например, животом или растением. Или что-то вроде этого. Или существом, которое не похоже ни на то, ни на другое, ни на третье. И только начинает развиваться здесь, на Земле, впервые. Да, некоторые религии могут пригождаться таким, даже с их догмами и ограничениями. Но по мере развития вы выбираете все более прямые пути к своему совершенству. Не только физическому, а и многомерному, духовному, душевному. То есть вы выравниваете духовность с материей. Или духовное тело с физическим. И это дает как раз осознанность, память, осознаваемость и в астрале, и в ментале, а потом и в многомерности. Понимаете? Ваша школа, которая может проходить и у меня в школе Нелнара, или у любых других. Кто вам интересен, кто вас обучает соединять ваши тонкие тела в один стержень. Понимаете? Баланс ваших тел дает результаты памяти и осознанности. Это очень просто с одной стороны. Но это целая работа по разблокировке вас, по освобождению вас старых принципов и даже законов, которые вам мешают расширять ваше сознание. А потом и совершенствовать ваше тело, тела. И ваше Я, Высшее Я, как раз каждый день вам в этом помогает. Как во сне, так и в физическом мире, так и в других мирах, параллельных высших нишах. Ваши тела постоянно стимулируются новой энергией, которая спускается из высших измерений через ваше Высшее Я. И они тем самым пытаются выровнять вас в один стержень. Но вы сами выбираете каждый день отклониться от чего-то или выравниваться к этому стержню. То есть все ваши потребности, привычки могут служить как разбалансировкой, так и выравниванием. Выравниванием вас или ваших тел. И каждый, каждый миг ваше Высшее Я подает вам энергию на это. Но как вы ею пользуетесь, вы выбираете сам. И часто люди этой энергии создают в себе какие-то крайности или используют это на свое личное усмотрение. У кого что? Кто побольше поесть? Кто больше денег заработать? Кто отдаёт её другим и других пытается учить развивать, а себя обделяет этим и сам в дисбалансе. Есть и такие крайности. Есть и такие учителя даже. Которые сами стареют, болеют и умирают. И пытаются других учить сами себя сжигая. И они это могут делать одну жизнь, вторую, третью. И потом он начинает понимать, что они всё ещё на том же уровне, а их ученики некоторые обогнали даже их. Или они просто понимают, что им уже надоело себя не развивать и постоянно крутиться в этом колесе сансары. Когда они могли быть, когда они видят другие примеры, как их же коллеги или ученики развились и стали большими учителями, чем они сами. Тогда они наконец-то занимаются собой и начинают это делать. Ради получения нашего опыта в осознанном астрале дать эту помощь тому человеку, с которому самому не получается выйти астрал. Каждый миг вам даётся помощь. Это та самая энергия, за счёт которой вы живёте. Понимаете? Даже после того, как ты просишь их перед сном, чтобы они это сделали, например, во время сна. Но они это каждый день делают, каждую ночь. Расскажи мне о моём примере. О вашем примере. Я здесь взял множество разных примеров. Они в чём-то похожи. Чтобы все поняли, наконец, кто не знает, из-за этого видео я объяснил. Я думаю, на этом завершить. Если недостаточно подробно объяснил, или у вас есть дополнительные вопросы к этому, или любые другие, вы можете их задавать на сне ВКонтакте под свежим видео. И при большом количестве голосов за ваш вопрос есть вероятность, что я на него отвечу. Но это не гарантированно. На этом всё. Пока!